Здравствуйте, в эфире Первая студия, с вами Амирлан Байганис. Люди с ограниченными возможностями – это неотъемлемая часть нашего общества. Каждый из них сталкивается с вызовами, которые требуют не только физических и эмоциональных усилий, но и поддержки со стороны окружающих. У нас в гостях Диана Жуламанова, член общественного фонда «Услышь меня». Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Как вы начали свой путь открытия общественного фонда и что вас замотивировало к этому? Наш путь начался 6 лет назад, когда мы пришли работать педагогами в специальную школу именно для детей с нарушением слуха. И когда мы увидели этих детей, у меня на тот момент уже был опыт работы в общеобразовательной школе и именно в общественном секторе, в НПО. И когда я увидела этих детей, я поняла, что мы можем для них сделать что-то большее, открыв именно общественное объединение. Потому что у общественного объединения есть свои преимущества. Можно, чтобы расширить кругозор этих ребят. Но вообще цель была, чтобы улучшить качество жизни этих детей, чтобы они почувствовали себя полноправными членами нашего общества. Какие основные цели и задачи фонда вы преследуете? Это, во-первых, улучшение качества жизни детей и молодежи с нарушением слуха и их социализация, чтобы они могли войти в это общество и чувствовать себя на равных. Ну вот самая такая проблема – это трудоустройство. То есть вот ребенок отучился в школе, получил среднее образование, потом он идет в среднеспециальное, получает кто-то высшее. Но по статистике и по нашим наблюдениям, этим детям очень тяжело трудоустроиться по профессии, по выбранной профессии. В основном это рабочие профессии и современная молодежь. Соответственно, они тоже не хотят только, допустим, работать токарем и так далее, парикмахером. Ну вот узок, так скажем, спектр предлагаемых сейчас специальностей для этих ребят. Мы сейчас говорим о молодежи с нарушением слуха. А в дальнейшем? Ну вот это проблема – трудоустроиться, найти хорошую работу, получать достойную заработную плату и чувствовать себя именно на своем месте. То есть не то, что им привязало общество, а то, что они хотят сами. Как фонд помогает глухонемым интегрироваться в общество? С помощью реализации наших проектов. Вот, допустим, один из наших проектов, первый, он как раз был направлен на профориентацию ребят. Это изучение такой современной профессии, как мобилография. Это их очень как бы сподвигло, замотивировало на то, чтобы в дальнейшем использовать технику, которая вот под рукой у всех сейчас ребят, детей, молодежи, есть гаджеты. Эти гаджеты можно использовать с пользой. То есть получать от этого какую-то пользу, допустим, снимать те же короткие ролики, подрабатывать в каких-то магазинах для обзора и так далее. Вот этому мы учили в рамках проекта «Яма-билограф». Какие еще проекты были у вас? Еще у нас был проект, направленный именно на профориентацию в области современного лазерного оборудования. Благодаря тому, что мы участвовали в конкурсе государственного социального заказа, мы выиграли конкурс и смогли приобрести лазерный станок дорогостоящий. К сожалению, на свои собственные средства мы не могли этого сделать, спонсоров тоже не могли найти, но вот именно государственный социальный заказ помог нам реализовать такую свою маленькую мечту, цель, чтобы у нас был такой станок. Этот станок лазерный, он вырезает, получается, до чего дошла техника, другими словами. Ребенок на своем гаджете разрабатывает проект, это может быть телефон, компьютер, дает программу на станок, и станок уже выпускает готовые изделия, детали изделия. Детали изделия нужно отшлифовать, допустим, склеить, если какое-то сложное изделие, и все, и готово. То есть не нужно сутки там напролет сидеть над тем, чтобы вытачивать. И вот как раз-таки, как я уже говорила, что современная молодежь, она хочет все быстро. И молодежь с нарушением слуха – это не исключение. Они так же, как и все молодые люди современные, они хотят все быстро, здесь и сейчас, получить сразу результат. И вот этот станок, он дает такую возможность. Кроме того, в рамках данного проекта, о котором я сейчас говорю, мы обучали родителей детей жестовому языку. Потому что это тоже одна из проблем. Когда ребенок приходит домой из школы, допустим, он общается здесь с педагогами, со своими сверстниками, с учениками, с персоналом школы, а домой приходит, и дома тишина. Потому что родители, те, которые не владеют жестовым языком, они не могут ему, соответственно, ничем помочь. И вот этот проект, в рамках этого проекта мы обучили 12 родителей, которые приходили вместе с детьми, садились за парту, как ученики, и изучали жестовый язык, чтобы стать не ближе. Касаемо лазерной коррекции, да, вот вы сказали, по времени сколько он занимает? Лазерный станок, обучение? Ну, обучение в рамках, сейчас это идет в рамках обучения на уроках технологии для мальчиков. А вообще, ну, смотря, там ничего сложного нет. Ну, если вот прям так сесть, и ребенок конкретно нацелен, то его за час можно научить. Ну, вот как создать модель, даже там из интернета готовые шаблоны сейчас можно скачать, и запустить, передать на станок. Уже выходят готовые изделия. Сотрудничаете ли вы с государственными или частными организациями для помощи глухонемым? Ну, мы сотрудничаем, да, и одно из таких вот, из таких организаций, это Казахское общество глухих. Вот с ними напрямую нам бы хотелось наладить связи. Мы сейчас вот на пути к этому, чтобы сотрудничать, чтобы проводить какие-то совместные мероприятия. А что касается частных, ну, наверное, частных мы не можем назвать конкретно, которые именно с глухонемыми. А так, в общественном секторе у нас много коллег, которые вот и занимаются именно проблемами таких людей, людей с особыми потребностями. Мы общаемся, да. Общаемся, у нас какие-то общие цели, мероприятия. Каким образом можно привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушением слуха и речи? Ну, наверное, почаще проводить мероприятия совместные с теми же, допустим, школами другими, общепрозывательными, с колледжами, либо в каких-то акциях, флешмобах принимать участие. Ну, вот пока мы видим через такое. А ваш фонд принимает участие вот в этих флешмобах, акциях, которые организовываете? Да, да. Куда нас приглашают, мы всегда идем. Мы с удовольствием, вот, допустим, Грин нас приглашает очень часто. Мы всегда идем, мы идем навстречу и хотим, чтобы наших ребят видели, чтобы их слышали. Наш фонд выносит название «Услышь меня». То есть «Услышь меня», «Поговори со мной», «Посмотри, что я тоже хочу общаться». На данный момент сколько участников уже есть у фонда? Именно участников, как тех, которые получают, на которых направлена наша деятельность. Ну, это, получается, молодежь и ученики наши все. Ну, около 150. Целевая наша аудитория – это 150 детей и подростков с нарушениями слуха. Какие виды помощи от общества или бизнеса наиболее востребованы для поддержки ваших инициатив? Ну, наверное, это создание рабочих мест. А помимо создания рабочих мест, что бы вы еще хотели бы, например, в будущем увидеть у себя в фонде? Ну, вообще, наша мечта такая, как говорится, нужно мечтать, чтобы прийти к цели. Пока что это мечта, даже не цель, наверное, потому что мы не видим еще пути ее, значит, как ее реализовать, пути реализации. Мы бы хотели, чтобы в нашей области существовало такой цех, что ли, чтобы вот глухонемой зашел туда, да, человек с нарушением слуха, он зашел, и ему оказывают услуги. Парикмахер, который его понимает. Детская площадка игровая, да, та же самая, где такой же человек, и который поймет его, его ребенка, там же какие услуги, все услуги там вплоть до маникюра, педикюра, ну вот чтобы он все вот эти вот услуги мог получить. Ну, это такая мечта, где бы они, то есть они сами работали, общались, возможно, там какие-то кружки по интересам, ну вот что-то такое, чтобы там их понимали, не просто на бумаге, а понимали реально, чтобы они могли прийти, пообщаться, отдохнуть, расслабиться. Скорее всего, это мы можем отнести к частным, да, партнерству. А вот именно такие обширные понятия, может быть, со стороны государства что-то хотели бы получить? Ну, наверное, открытие вот именно таких специальностей или учет их, вот возможностей этих ребят, чтобы они не были ограничены в том плане выборе в своих специальностях, чтобы они могли выбрать любую специальность, которая им по душе, ну и, соответственно, которую они, да, имеют, чтобы они сдавали экзамены точно так же, а не только рабочие специальности, чтобы им везде предоставлялся сурдоперевод на всех специальностях. А сейчас больше всего где работают лица с ограничением слуха? В какой отрасли? Ну, это в основном такие рабочие специальности. Либо они не работают вообще, получают пособие и на это живут. Потому что им сложно себя реализовать. Каким образом происходит работа с родителем или опекунами детей с нарушением слуха? Ну, вот как я уже говорила, это, во-первых, работа по взаимодействию, чтобы они понимали своего ребенка, чтобы они слышали своего ребенка. Это работа в рамках проекта, вот у нас была, когда мы обучали, как я уже говорила, жестовому языку. Это всевозможные мероприятия, в которые мы стараемся приглашать не только детей, ну и молодежь, но и их родителей, чтобы они вместе вовлекались совместно. Допустим, если это какой-то конкурс, чтобы они совместно готовились к этому конкурсу. Ну, поощряем, выдаем там, ну, в силу своих возможностей какие-то поощрения. Благодарственно, даже для родителя благодарственное письмо – это уже поощрение. Таким образом. Привлекаем к мероприятиям и, соответственно, обязательно, когда происходит рефлексия, мы о них говорим. Говорим, что благодарим их и мотивируем тем самым на то, чтобы они дальше участвовали в совместной нашей деятельности. А есть ли спонсоры у вашего фонда? Ну, конкретно таких спонсоров нет, мы не можем назвать. Какую роль играют волонтеры в вашей деятельности, если они у вас в фонде? Ну, если волонтерами можно назвать тех ребят самих, которые с нарушениями слуха, то, да, они, во-первых, помогают нам в реализации наших проектов, где-то выполняют работу, допустим, по распространению информации, те же самые памятки, где-то по изготовлению каких-то материалов. Вот, как, допустим, мы проводили благотворительную ярмарку, чтобы помочь ребятам из нашего специального комплекса, ну, школы, приобрести слуховые аппараты. И мы проводили, то есть дети пели, танцевали, и сбор вот этих благотворительных средств шел в помощь. То есть здесь наши волонтеры сами выступали в качестве певцов, артистов и в качестве еще изготовителей вот этих вот поделок. На лазерном станке эти поделки продавали, и на вырученные средства мы вырученные средства передали тому ребенку, который нуждался. А как часто проводят благотворительные ярмарки? Ну, насколько запрос от родителей. Если, допустим, родители обращаются в наш фонд и просят именно об этой помощи, то мы стараемся обязательно провести. Но такого графика нет, да? Ежеквартальный, ежемесячный? Нет, такого нет. Ну, возможно, мы к этому придем, мы сравнительно молодая организация, поэтому нам всего лишь два года. Какие успехи вашего фонда считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? Ну, наверное, это все-таки победа в конкурсах, где нам выдают какие-то средства, и мы можем на эти средства реализовать свои планы, свои мероприятия. А могли бы подробнее рассказать, в каких конкурсах принимали участие? Ну, вот ярмарка проектов, которая проводится ежегодно. Мы там выиграли и проект реализовали, я мобилограф. Потом мы большой проект, о котором я говорила, на финансирование, там 5 миллионов было, вот именно по помощи этим ребятам. Еще мы организовывали летнюю занятость. Вот тоже, кстати, одна из проблем, это то, что эти ребята не охвачены, ну, вернее, не так охвачены, как хотелось бы, не массово охвачены летней досугой, летней занятостью. Ну, вот считаем, что это было, ну, как бы нашим успехом, то, что эти ребята впервые смогли летом находиться вместе, проводить веселое время, свой досуг. И сейчас вот мы на пороге, тоже наше достижение, мы выиграли проект, вернее, выиграли, со своим проектом вышли и выиграли лот. Мы хотим организовать олимпиаду для детей, вот именно интеллектуальную олимпиаду для детей с нарушением слуха. Там будут заложены какие-то призы, подарки, либо... Ну, пока что грамоты, но это будет республиканская. Впервые в республике будет проводиться такая олимпиада. Потому что на сегодняшний день, вот единственное, где наши ребята могут участвовать, именно интеллектуальное направление, это, получается, сайт Российской Федерации, и олимпиада принадлежит этой стране, родник знаний. Вот это единственное, где мы можем участвовать. Там международное участие и дети именно с нарушением слуха. А мы хотим организовать свою, чтобы дети с нарушениями слуха всей нашей республики смогли участвовать. Проект носит название «Я эрудит». Как можно присоединиться к фонду в качестве волонтера? Ну, написав нам, у нас есть страница в Инстаграм, у нас там номер WhatsApp. Мы всегда открыты к любому сотрудничеству. Вот, кстати, недавно к нам обратились представители академии полицейской, академии полиции, которую у нас здесь, Кустаная, обучают. Они обратились к тем, чтобы, вот, тоже радует, то, что они хотят обучить своих сотрудников жестовому языку. Чтобы сотрудники стали ближе, чтобы они лучше понимали. И если такая недоблая ситуация возникнет, что молодежь с нарушением слуха окажется в такой ситуации, когда именно с представителями госорганов им нужно будет поговорить, именно полицейскими, они вот хотят обучить своих сотрудников. А тяжело ли научить человека жестовому языку? Ну, это, для этого нужно длительное время и желание человека. Потому что за один день невозможно освоить. Это продолжительное, ну, минимум три месяца нужно, чтобы получить и то, это будут только азы. А потом нужно развиваться обязательно, нужно дальше изучать, как и любой язык, его нужно изучать на протяжении всей жизни. Насколько я знаю, у глухонемых людей есть определенная рамка, да, где можно показывать слова. Могли бы рассказать нашим телезрителям, например, хотя бы некоторые азы, чтобы, например, можно поздороваться с человеком и спросить, как у него дела, и тем самым помочь в трудную минуту. Ну, вот если, допустим, какая-то трудная минута, то можно сказать, успокоен, ну, будь спокоен, вот так вот погладить себя и сказать, будь спокоен. Жест. Потом, когда мы говорим с глухонемым, даже что-то хотим показать, не зная жестов, но что-то хотим, да, хотя бы, или картинку, мы должны обязательно вот это поле использовать, от плеча до другого плеча, потому что они привыкли смотреть, если человек не с нарушениями слуха, они привыкли, вот на учителя, допустим, на педагога, они смотрят именно здесь. Вот именно это поле зрения, ну, вот, поле рабочее. А есть какая-то внештатная ситуация, помощь ему надо? Как телезрители могут понять, что действительно там глухонемому человеку нужна помощь? Ну, наверное, он обратится все-таки, он найдет пути, потому что он напишет, допустим, если прямо уж так нужно будет что-то конкретное сказать, хлопнет по плечу, к примеру, ну, вот такого прям сигнала тревожности, как бы нет в зависимости от ситуации, молодой человек или там ребенок, он найдет способ. Сейчас у всех есть гаджеты, он может напечатать, допустим, показать текст. Какие изменения в законодательстве, по вашему мнению, необходимы для улучшения жизни глухонемых людей? Ну, наверное, именно вот в образовании этих глухонемых, потому что все идет оттуда. Это исток, да, вот, чтобы этот ребенок получал не только среднее, но среднее специальное, то, которое востребовано на данный момент, и где он обязательно, вот какой-то учет, что ли, должен быть, что вот он закончил, и он обязательно должен работать, где-то трудоустроиться, чтобы быть полезным в обществе, чтобы чувствовать себя не просто там, да, допустим, иждивенцем, я получаю пособие, вот у многих, кстати, такое мышление, что я получаю пособие, мне этого достаточно. Это не должно быть так. Он должен себя реализовать, как и любой человек хочет реализации, так и ребенок, или молодой человек, да, вот мы говорим сейчас о молодом человеке, с наружением слуха, он должен себя реализовать в этой жизни. Он должен трудоустроиться, у него должна быть любимая работа, куда бы он шел, и с удовольствием шел, приходил и получал за это вознаграждение в качестве заработной платы. Ну, я так считаю. Вы бы хотели только поменять в образовании законодательства, а в других секторах, там, в медицине, например? Ну, нас эти проблемы, к сожалению, не коснулись. Вот те проблемы, с которыми к нам идут, вот я сейчас о ней говорю, это в основном профориентация. Ранее, причем профориентация, нужно рассказывать о том, какие есть профессии и трудоустройство дальнейшее. А на данном моменте есть профессии именно с урдопереводом? Профессия есть такая, да. Но сможет ли, возьмут ли его в организацию, если он сам не слышит? Здесь большой вопрос. Какую роль играют современные технологии в поддержке глухонемых? Вот вы сказали, есть гаджеты, есть различные устройства, там, да, написать, напечатать может глухонемой человек. Ну, а помимо этих, какие бы еще технологии вы бы хотели видеть в будущем? Ну, вот вы, как вы только что задавали вопрос, вот крика помощи, да, вот в определенной помощи, вот чтобы считывали и, возможно, когда глухонемой показал это жестом, а в ответ звуковое. То есть какое-то такое приложение, чтобы он показал жестами, а в ответ он получил, ну, вот человек, который слышит, смог услышать речь его. Перевод именно с языка жестов именно в звуковое. Такое приложение хотелось бы. А что бы вы еще улучшили нашу цифровизацию республики? Ну, доступ, наверное, ко всем госорганам без сурдопереводчиков. Это онлайн сурдоперевод, чтобы был. Чтобы ему не обязательно было иметь с собой, вот сейчас, на сегодняшний момент, чтобы пойти в какие-то, даже в ЦОН, допустим, обратиться, он должен иметь с собой сурдопереводчика, который закреплен за ним. Возможно, чтобы это как-то было оцифровано. А хватает ли на данный момент сурдопереводчиков для лиц с ограниченными возможностями? Либо есть какой-либо дефицит в этом направлении? Ну, насколько мы знаем, вот молодой человек, он поступил, вернее, в какое-то среднеспециальное заведение, за ним закрепляется. Либо за группой закрепляется. То есть он таких трудностей не испытывает в том, чтобы найти государство на сегодняшний день обеспечивает полностью его таким сопровождающим лицом, можно сказать. Как часто организуются мероприятия или акции для привлечения внимания к проблемам глухонемых? Я у вас уже этот вопрос спрашивал, да? Но хотел бы узнать подробнее. Сколько планируете акций, например, на будущее, 2025 год? Какие акции запланированы в этом 2024 году? Ну, в 2024 году, возможно, это будет какая-то одна акция новогодняя, в основном, да? Перед Новым годом обратиться к обществу для того, чтобы они смогли помочь этим ребятам каким-то. Но, опять же, не просто так, а чтобы ребята сами участвовали. Какой-то благотворительный концерт или, опять же, благотворительная ярмарка, почему нет, тематическая. Чтобы люди приходили, приобретали, а эти средства шли на помощь таким ребятам. А на будущее, ну, хотели, конечно, ежеквартально, чтобы у нас это было, запланировать и проводить. Но пока что у нас не хватает, как бы, ресурсов для того, чтобы все это четко спланировать и реализовать. А какие программы хотели бы видеть это? Каждое мероприятие освещать, либо только по праздникам? Новый год, там, науры, с 8 марта? Ну, наверное, каждое мероприятие. Потому что каждое мероприятие несет какую-то определенную ценность для данных ребят, для молодежи. А в целом, какие трудности для лиц с ограниченными возможностями, касаемо слуха? А в передвижении, возможно, в общественных транспортах? Вот вы сказали, сон, да, сурдопирочек ходит вместе. А как он может выйти, например, и ему что надо для этого? Прогуляться он хочет, например, в магазин пошел? Ну, наверное, список он будет иметь с собой в любом случае. Либо показывать в супермаркете сейчас, как основное решение, что не нужно просить. Взял, на кассе рассчитался, и все. Ну, вот самое простое. А планируете ли вы обучать простое население сурдопереводу? Чтобы, например, один из пяти смог с человеком встретиться, поговорить, помочь ему, если захочет быть волонтером? Ну, если бы такая возможность у нас была, мы бы с удовольствием. Если бы кто-то проспонсировал, ну, дал, да, возможности нам, чтобы мы наняли специалиста. Нужен специалист, который будет работать. У нас, к сожалению, нет определенного штата. У нас зависит от проекта. Есть проект, есть, мы прописываем определенных специалистов, они к нам идут. А так, чтобы у нас, допустим, в нашем фонде именно был такой специалист, нет. Какое будущее вы видите для вашего фонда, и каковы ваши планы на ближайшие годы? Ну, создание такого пространства, как я уже говорила, где каждый молодой человек с нарушением слуха смог почувствовать себя комфортно. Это, я не знаю, возможно, какой-то центр в будущем. Мы сейчас над этим работаем, планируем, думаем. Пока что это вот такая мечта, но надеюсь, что она сбудется. Мы сможем реализовать свои планы. Какие проекты у вас тут на данный момент, касаемо ограниченной возможности? Ну, вот проект по созданию Олимпиады республиканской, по проведению, вернее. И по проведению тоже республиканского конкурса, вернее, для детей и молодежи с особыми потребностями не только слух, но и вообще другие категории. Именно научно-исследовательский проект, конкурс научно-исследовательских проектов, чтобы они могли взять какую-то проблему, осветить ее. Почему? Потому что, опять же, в тех ноу, которые сейчас существуют, научные общества учащихся, мы, к сожалению, не входим. Наши ребята. Поэтому вот такая вот работа сейчас проводится. Ну, это еще одна проблема, да, получается, что вы не входите туда? Да, мы не входим, к сожалению, в интеллектуальное пространство. Никаких Олимпиад нет конкретно для детей с нарушениями слуха. Ну, на сегодняшний день в нашей республике нет каких-то интеллектуальных конкурсов, где бы они могли реализовать свою интеллектуальную деятельность, посоревноваться. А на местном уровне проводите какие-либо олимпиады, конкурсы, состязания? У себя, да. Могли бы подробнее об этом рассказать? Ну, это в основном, допустим, веселые старты, те же самые спортивные соревнования. Это интеллектуальные соревнования именно в области знаний того или иного предмета. Мы являемся активными участниками данных мероприятий. Это совместно со специальным комплексом школы для детей с особыми образовательными потребностями. А целевая аудитория фонда возраст какой? Это дети и молодежь. То есть от нуля до 35 сейчас молодыми считается человек. Но в основном это от нуля до 40 лет. И как часто к вам обращаются именно молодые люди? Они очень часто обращаются. Почему? Потому что они являются выпускниками данного комплекса. И они уже учились. И еще нужно заметить, что они очень тесно общаются друг с другом. То есть вот когда у нас появился фонд, сразу начали поступать нам сообщения в аккаунтах, в социальных сетях. На WhatsApp приходили сообщения, что я хочу тоже. Мне интересно, я хочу. А планируете развивать данное направление, чтобы каждый выпускник смог общаться с другим человеком? Ну, конечно, да. А какие-то для этого ресурсы потребуются? Там создание, знаете, Telegram, чата, WhatsApp, чата? Ну, вот, кстати, да, хорошая идея для создания какого-то общего чата. Чтобы они могли общаться, допустим, анализировать ту или иную ситуацию, которая произошла с ними в обществе. Что бы вы хотели изменить в нашем обществе, чтобы людей принимали как простых граждан, без какого-либо ярлыка, скажем так? Ну, наверное, это воспитание в себе общечеловеческих качеств, таких как толерантность, быть терпимее, не раздражаться в том же общественном транспорте или в очереди в супермаркете, когда, допустим, молодой человек с нарушением слуха не может, допустим, рассчитаться. Помогать, идти навстречу всегда, слышать этих людей. А как защищены права людей с ограниченными возможностями? Ну, он, как и любой гражданин нашей страны, в случае чего, может обратиться за помощью специальные органы. То есть, если он видит это нарушение, он обязательно придет, скажет об этом. Обратиться к наставникам. В основном наставниками являются школьные учителя. Они поддерживают связь с ними до, ну, можно сказать, на протяжении всей жизни. Это настолько теплая атмосфера такая в специальном комплексе, что он не просто вот, да, он выпустился и через 5-10 лет, там, и учитель не помнит об этом выпускнике. Они приходят постоянно. Приходят, общаются о своих каких-то жизненных ситуациях, могут поделиться, рассказать. А вот если человек сталкивается с такой проблемой, что вы передразнивают? Будет это считаться за оскорблением, либо еще каких-либо моментов? Ну, конечно, это будет оскорблением. Он обратит на это внимание. Они очень остро относятся к этому, реагируют. Не агрессивно, но остро, то есть принимают близко к сердцу и, соответственно, говорят об этом. Если это ребенок, он обязательно пожалуется родителю, учителю. И уже тут в правом боли может принять мед. Да, конечно, да. Они знают свои права и обязанности. Они же изучают, а им доступно образование школьное. И были такие случаи, что кто-либо писал заявление, это то, что человек меня передразнивает? Ну, в нашей, конкретно, в практике нашего фонда пока что нет. Такого не было. А планируете ли в будущем расширять услуги ваши? Либо вам сейчас хватает? Пока что нам достаточно тех направлений, о которых я уже озвучила. Это профориентация и именно создание такого интеллектуального пространства для этих ребят. Какие трудности были у фонда в период реализации проекта? Возможно, недопонимание молодежи, возможно, недоступное финансирование. Ну, изначально, да, финансирование – это основная проблема, с которой мы сталкиваемся. Когда мы хотим закупить качественное оборудование, а у нас есть рамки. Когда мы хотим пригласить больше специалистов, но у нас опять же рамки, в рамки которых мы должны уложиться. Конечно, это проблема. И как вы решаете эту проблему? Возможно, предлагаете частным инвесторам, чтобы они зашли в ваш фонд, помогли? Либо только государственную поддержку на это рассчитывали? Пока что только государственная поддержка. Мы еще не обращались в никакие частные такие организации. Если честно, мы даже не знаем о том, вот, кстати, это проблема, мы не знаем, кому обратиться. Кто реально поможет и сможет нам помочь. У кого есть такая возможность и желание. В нашей области есть несколько крупных компаний, которые предлагают рабочие вакансии. Сколько, например, процентов, скажем, условно трудоустроенные лица с ограниченными возможностями касаемо слуха? Ну, наверное, вот по нашим наблюдениям, это не более 50%. 40-50%. Но фонд помогает, сопровождает их во время подачи заявлений на работу, собирать документы все? Ну, если они обращаются, то да, мы все, что возможно, мы всегда, мы идем навстречу. Ну, то есть все бесплатно, безвозмездно стоя, правильно? Да. Могли бы рассказать, куда обратиться, куда написать, если человек захочет быть вашим волонтером? Наш аккаунт, ум.кст, ум, нижнее подчеркивание, кст, либо прийти в специальный комплекс, найдут нас именно учредители данного фонда. Мы работаем. А специальный комплекс это где, подскажите? Это ГАШК-2, школа. Специальный комплекс для детей с особыми образовательными потребностями. Что бы вы хотели сказать телезрителям, касаемо данной проблемы, и возможно, найдутся люди, которые хотели бы помочь вашей проблеме? У нас много планов. Мы хотим, чтобы дети и молодежь с нарушением слуха жили полноценную жизнь, проживали. Мы хотим, чтобы у них были равные возможности. И для того, чтобы реализовать это множество планов, нам, конечно же, нужна спонсорская помощь. Благодарю вас за уделенное время. Надеюсь, нашим телезрителям данная информация была полезна. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова